Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Live. И это небольшое вступление специально для вас. Сегодня я буду готовить рыбу по-гавайски. Этого рецепта мне никто не давал. У меня даже нет его в поваренной книге. И сегодня это будет наш эксперимент. Он тоже должен присутствовать. Так как будет это эксперимент, может быть потом этот рецепт у нас приживется. И я его буду корректировать. Но с чего-то начинать нужно. А с чего все это началось? Почему я захотела приготовить именно эту рыбу по-гавайски? У кого, кстати, нет времени, сразу переключайтесь туда, где перематывайте, туда, где уже готовка идет. Или уже заготовили в банке, разливаем. Так, мой муж пошел в магазин, и ему девушки посоветовали купить консерву. И она называлась Килька по-гавайски. Он принес, она долгое время стояла у нас. И тут неожиданно ночью мне захотелось позавтракать, чтобы не тратить время утром на завтрак. Мы ее покушали, конечно же. И я сказала, вау, какая вкусная, надо приготовить. Но при этом в банке присутствовали эмульгаторы, пластификаторы, всякие-всякие разные добавки. А мы постараемся приготовить без добавок. Поехали готовить! Рыба наш главный ингредиент. И сегодня под рыбой у нас выступает сельдь. Это по сравнению с другой рыбой, со скумбрией, очень бюджетно. Она была по 100 рублей килограмм. Я взяла килограмм 200 грамм этой рыбы, сельди, 2,5 килограмма помидор в чистом виде, видите, уже готовые к тому, чтобы перекручивать. Я взяла стручковую фасоль. Очень сложно было найти в нашем городе стручковую фасоль. Но все-таки мы умудрились, нашли 700 грамм. Теперь, мы нигде не могли найти зеленый горошек. Мы проехали 6 или 7 магазинов, на базу съездили. Я взяла консервированный. Конечно, это неудачный вариант. Но для моего экспириенса пойдет. Я взяла 2 баночки сладкой кукурузы. Опять же, тоже консервированная, так как не нашла замороженную. Килограмм моркови. Килограмм перца. Мне нужно будет 200 грамм масла у меня оливковое. 40 грамм я взяла сахара. Это по желанию, по вашему вкусу. Я взяла черный перчик и соль, тоже по желанию. И мне нужен будет столовый уксус. Помидоры мы перекрутили. Сейчас мне нужно порезать морковь и немного ее обжарить. У меня морковь не очень крупная, я ее крашу кубиком. Морковь я порезала, получилось всякое разное. Нет у меня такой роскоши, как время сидеть ее чикать. И так пойдем. Наливаем немного масла, даем ему нагреться чуть-чуть и высыпаем морковь. Обжариваем морковь до готовности. Крошим перчик. В идеале я бы его хотела кубиком покрошить. Перчик с грядки, поэтому такой непослушный, неподатливый, свежесорванный. Рыбу разделала на филе и теперь буду ее резать. Косточки тоже постаралась убрать. Люблю резать по многу. Помидоры прокипели 10 минут и я туда отправляю обжаренную морковь. В сковороду я вновь наливаю масло и отправляю перец. Перец очень сочный, потому что домашний. Я его на большом огне жарю. Перемешиваем аккуратненько. Выливаем маслице и немного обжарим фасоль замороженную. Фасоль обжарена. У меня вот эта кастрюля полная оказалась. Теперь будем перекладывать в эту. Ну вот она немного больше. Как помидоры у меня закипели, вот эта у меня уже варится 30 минут. Я сейчас ставлю на большой огонь, пусть это все закипит. Все закипело, прокипело минуты 2-3. Я высыпаю горох, высыпаю кукурузу. Я насыпаю вот такие 2 столовые ложки соли. Ссыпаю сахар, добавляю перчик по вкусу. И наливаю 100 мл 9% столового уксуса. Итак, в общей сложности у меня проварилось это примерно час 10 все вместе. И теперь у меня баночки кипят, я сейчас буду закрывать. Процесс идет, банки закрываются. Я всегда люблю, если рыбная консерва или там она с овощами, закрывать вот в такие маленькие баночки. Ну, если их нет, то уже тогда какие придется. У меня еще почти пол кастрюли. Так что закрываем дальше. Рыбу по-гавайски с овощами я закрыла. Вот сколько у меня получилось, я посчитаю, вам скажу. И вот я еще пол-литра оставила нам покушать. Она горячая, я больше не досаливала, не сахарила, ничего не добавляла. Вот как все показала, так и есть. Я думаю, вполне как консерва. Сейчас я вам покажу свою вдохновительницу. Вот эта баночка-вдохновительница на вот этот вот салат на зиму. И что хочу сказать. Вот, со скумбрией было бы гораздо вкуснее. Ну, тоже очень вкусно. С рыбой и есть рыба. Можно и с килечкой. Ну, была бы, можно было бы закрыть. У нас это проблематично все найти. Я предвижу ваши комментарии. Скажите, никогда не закрывала и делишься с рецептом каким-то. Ну, а почему бы и нет? Закрывала, не закрывала. Это второй вопрос. Я пробую и с вами делюсь по этому. Кто любит что-то новенькое, поэкспериментировать так же, как и я. То рецепт для вас. Я сейчас это все укутаю до полного остывания. Банки я все переворачивала. Кому интересно, почему я не перевернула. Все, я их уже перевернула назад. Принесла закутывать. А Юра сейчас будет пробовать. Это правда очень вкусно. Так, ну, я дня два назад пробовал консерву. Ребятки, я вам скажу, девочки и мальчики, ничуть не хуже фабричной консервы. А может даже и лучше. Сейчас вот еще остынет. Ну, еще горячая, много не зацепится. Просто обалдеть. Ну, а мы на этой позитивной нотке пробы рыбы по-гавайски с овощами попрощаемся с вами. Всем пожелаем заготовок без бомбажа. И всем всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Всем пока.